здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях человек который регулярно посещает нашу программу потому что есть о чем поговорить всегда интересен диалог и говорим мы о самом важном а каких-то исторических моментах о тех людях которые творят историю которые создают ну некую человеческую человеческое прошлое без которого наверно не может быть настоящего и будущего александр михайлович воловик вице-президент российской академии наук доктор наук профессор член союза писателей россии сегодня на студии здравствуйте александр михайлович добрый день рада вас снова видеть и первую программу которую мы хотим сегодня посвятить с вами давайте поговорим на тему нового труда который я вижу называется книга александр невский да очень красиво выполненная книга и посвящена она недавно отмечавшемуся в прошлом двадцать первом году вот эта дата 800 лет со дня рождения очень много было всевозможных событий и мероприятий книга называется святой защитник земли русской александр невский когда вы приступили к работе над книгой и как это можно это книга это справочник биографически что это за труд как вы это конечно книга 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 с рассказом о самом князе александра невском и какие его дела были святые и узнаете в этой книге еще и церкви александра невского и вот как вы думаете сколько церквей александра невского в россии но я думаю трехзначное число две с половиной тысячи две с половиной тысячи понимаете не трех это уже говорит о многом правда это говорит не просто о многом начинается земля как известно от кремля в россии так вот есть четыре зала в кремле это андреевский георгиевский александровский и екатерининский в александровском зале награждали одной из самых высших наград россии который учредил петр первый это орден александра невского святого александра невского за труды и отечество сегодня вы сказали за труды во славу отечество да им награждались не только военные кстати был награжден и суворов и ушаков и наши известные полководцы и государственные деятели но к сожалению в семнадцатом году все награды которые были учреждены во время эпохи царской руси были упразднены появились новые появились новые но когда шла великая отечественная война сталин решил создать новые ордена новые ордена во славу наших выдающихся полководцев и появились орден александра невского значит суворова ушакова нахимова то есть это действительно была дана честь тем нашим подвигом россии которые совершали наши российские войска это орден александра невского который учрежден был 29 июля 42 года а почему именно сталин решил александра невского выбрать ведь можно было ну вы сами сказали да такая была эпоха это было сделано как перекличка с истории да когда были выбраны персонажи исторические которые повлияли на историю россии именно знаете и отталкиваясь от невского я вам хочу сказать так александр невский это веха в истории россии он победил и немецких рыцарей разбил шведов разбил тыфтонцев и сумел договориться с ордой то есть дипломатом выстав абсолютно прав он был выдающимся государственным деятелем и выдающимся полководцем а почему он получил такое прозвище невский потому что на неве разбил шведов в то время и долгое время наши один из основных проекта была потрясающая победа для того чтобы русь оставалась ручью и вот я хочу сказать сразу о том что значило это для россии то есть западные рубежи перестали так сказать волновать а ведь были набеги колоссально постоянно постоянные и значит псков и новгород это были постоянные и вот когда он добился того что россию стали не просто уважать бояться ее сил и возможности да и возможности именно и он как бы начал создавать первую регулярную армию то есть по крайней мере и ядро вообще-то первую регулярную армию в россии создал конечно петр первый начиная с потешных войск так вот я хочу задать вам вопрос и слушателям кто-нибудь знает когда родился александр девушки но 10-12 век где-то в тех краях 12 июня а 12 июня это какой день этот день россии 2008 году состоялся конкурс на выбор того человека который мог стать именем россии то есть символом символом да и значит независимый 100 независимых экспертов выбрали 500 человек первый этап который был абсолютно прозрачен на телеканале россия голосовали осталось 50 человек на втором этапе из 50 тоже тел и на третий этап осталось 12 человек там были и ленин и сталин и пушкин и вот на осталось 12 человек на третьем конкуренция сильная серьезно просто сильная колоссальная и вот когда стали представлять каждого из номинантов да 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 александра невского представлял будущий патриарх кирилл и когда шло голосование то с большим перевесом был назван александр александр невский и теперь в день россии с именем россии вот в этом году у нас 350 лет будет отмечаться рождение петра первого а когда родился петр первый 12 июня то есть цифры в день не цифры понимаете в глаз народа глаз божий и мы поэтому сегодня празднуем наверное самое главное нашу не просто историю а ядро нашей истории гордость нашей истории потому что мы русские какая гордость сказал александр васильевич суворов мы русские какая гордость и я вам хочу сказать так поэтому за границей и узбека и татарина и таджика все называют русскими и мы действительно русские почему муштай карим был такой знаменитый поэт башкортостане и он сказал такую строчку не русские я но россиянин и нужно понимать прекрасно что россия сплочена именно тем что мы все россияне я хочу еще добавить одно значит вот орден александра невского который в 2010 году теперь воссоздан в новом до вариант новом варианте и хочу показать орден который стал высшей российской общественной наградой вот это орден а рядом с орденом знаки ордена это высшая российская общественная награда орден святого благоверного князя александра невского за труды и отечество ну что сейчас мы сделаем небольшую паузу напомню что речь сегодня у нас с александр михаловича маловиком идет о его книге который называется александр невский выпущена она была к 800-летию со дня рождения александра невского и я вам дарю а вашей студии благословение святейшего патриарха московского всея руси в памятный год 800-летие святого благоверного великого князя александра невского 2021 год это освещенная икона александра невского и если можно я несколько слов добавлю санкт-петербурге когда строил петр первый он сделал александра невского главным святым покровителем петербурга почему потому что он на неве разбил шведов и вот говорят невский проспект невский проспект от чего невский то он построил монастырь в котором значит 1704 году были перенесены мощи александра невского причем сковали серебряную раку которая весила 90 пудов то есть почти две тонны и и и на руках из города владимира по 20 человек от одного населенного пункта другому если несли это говорит о том кто такой святой благоверный князь представляете себе и встречал его на своем ботике вместе со всем российским флотом петр первый и было 200 залпов в честь александра невского и теперь это александра невская лавра от которой и начинается невский проспект я сделаю небольшую паузу напомню что у нас гостях александр михалыч валовик дарю вам да спасибо большое спасибо вот такой замечательный подарок у нас теперь есть будет у нас в студии я сделал небольшую паузу после чего продолжим и поговорим о том как писалась книга напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях доктор наук профессор александр михалыч валовик член союзов писателей и речь у нас сегодня идет о 800 лет александра невского который отмечалось совсем недавно а в прошлом году и вот книга которую принес нам студию наш гость так и называется александр невский святой защитник земли русской когда начали писать книгу и как вы с ней работали вы знаете первую книгу об александре невском я написал 2008 году собирался материал и только она оформилась 2008 году ну и естественно к 800 летию было дополнительные материалы найдены значит и я сделал вторую книгу это второе издание до полная да я думаю что книга будет нужна нашим людям чтобы они понимали кто же создатели государства то российского вот это первый фактически государь а где вы брали материал это библиотека кому-то обращались на значит во первых очень много уникальных материалов я нашел пскове и новгородный я был в печорском монастыре значит и конечно в александра невской лавре брал те документы которые находились у священников это я работал очень много с библиотекой ленинкой там очень много материалов ну и конечно будем говорить знаете само прикосновение к истории она дает возможность настолько понять сложность того времени погрузиться в этот погрузиться в это вот что такое война война это очень серьезное дело где люди не просто гибнут и калечатся это как говорится не буду лишнего говорить но без завоеваний без борьбы государства не бывает но тогда уничтожается а россия процветала процветает и процветать будет но вот интересно ведь жизнь александра невского она короткая по временному да да нет по тем временам он прожил нормальную жизнь ну все равно 40 до на почти может быть да но сколько сделано сколько сделано ведь он посмотрите он выкупил порядка тысячи русских людей у орды построил там два храма православных как вообще удалось сделать как он смог договориться причем вот это и есть государственный деятель он сумел расположить к россии к русскому народу к россиянам вот эту орду и они понимали что это непростые люди и они никогда не покушались на религию православную а ведь сколько раз папа засылал своих так сказать посланников для того чтобы обратить россию в католическую веру русь вернее ну да да все было на жестко и александр невский ответил категорическое нет каждой из этих делегаций а почему в чем отличие православия от католицизма во первых католицизм это наместник бога на земле это папа наш патриарх это один среди равных то есть он всего лишь так сказать помогает и управляет руководит руководит да но все совершенно разное построение второе у нас очень много различий в значит как говорится в той службе которая ведется христу хотя христос один но службы разные и разное восприятие людей и поэтому нас так и называют греческая их значит надо мы давно уже не греческая понятно хотя первые иерархи у нас были греки которые значит нас научили довели православие да и это скрепа вот что такое страна которая не скреплена чем-то эти посмотрите в одно и то же время церкви и по всем церквям проходит служба с одними и теми же у нас же праздники одни литургия одна и поэтому это и есть скрепы духовные скрепы которые скрепляют наше православие наши народы а это все национальности татары ведь не только мусульмане татар очень много православного каждый свой выбирают абсолютно и узбеки православные то то есть речь идет о том что значит но мы всегда говорим о веротерпимости вот чего не хватает многим религиям к сожалению большому веротерпимости и нужно понимать что все люди которые скрепляются духовно они тогда братья сестры как ведь обращаются братья и сестры поэтому очень важно что мы остались вот здесь есть такая книга раздумья и прозрение связь времен и вот видите тоже александр невский значит который здесь очень много именно раздумья и прозрение связь времен я думаю что это одна из моих самых удачных книг которая определила и цель и средства развитие нашего государства то есть целеположения ну вот одна из книг тоже личность на фоне эпохи это целая серия я пока выпустил только правда четыре книги не хватает времени честно скажу тут вот видите вот угрюмов художник призвание михаила федоровича на царство да здесь знаменитые люди кутузов лермонтов калашников глинка жаров наш артист скобелев ломоносов то есть люди которые есть соль земли русской да вот они здесь собраны кстати говоря здесь и мой отец тоже михаил который прожил необыкновенную жизнь он 50 лет проработал на одном заводе правда маленький завод такой сто две тысячи было работающим авиационный завод и он проработал от так сказать мастера до одного из руководителей был изобретателем 114 изобретений профессором преподавал теорию машин и механизмов как эту теорию т.м.м. и тут на же вы тут моя пакета вот и сложный предмет был писателем он создавал басни вот это вот 42 книга его значит я ее тоже вам дарю и это уникально здесь есть сказание история государства российского или как жить на руси хорошо но я хотел бы сказать эпилог он очень интересный главенство державы должны закон и труд и ни одной персоне нет исключений тут судьбу родной россии мы не поворотим пока закон не станет для всех не отвратим российский свод законов святейший документ и пред ним мы все в ответе парламент президент тогда лишь благоденство народ наш обретет когда в делах порядок законом наведет но как большой державе порядок обрести указом чрезвычайки его не навести закон кулен исполнен всех митингов сильней тогда страна обильно есть порядок в ней а русскую смекалкой богат наш человек войдем в ладу с законом мы в 21 век он умер к сожалению в девяносто четвертом году и те самые 90 года да да и если можно последний дамы москва им россии потрясающая вещь я исполнил я носин прекрасная музыка боже храни россии ее многоликий народ избавь от междоусобиц и от хлебов недород боже храни россию ее титанический труд на стройках полях и заводах и добывание рут боже храни россию культуры не меркнущий свет без пушкиных и пастернаков россии величия нет боже храни россию науки крылатый полет дай новых великих открытий что мир с нетерпением ждет боже храни россию был честен народ из кони совесть дохни в наши души злобу и страх изгони детям дай светлое детство мир подари всем нам дай молодым счастье в жизни тепло и покой старикам мы грудью стоим за россию пред бурей не падаем ниц боже храни россию ее неприступность границ спасибо большое александр михайлович воловик член церкви писателей россии доктор наук профессор это была программа в которой мы говорили о книге посвящен александру невскому программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания м м м